Очередно завершенный проект. Вот в таком помещении мы находимся, в продолговатом. Кухня-гостиная. Здесь мы решили организовать кухню параллельной компоновки. То есть две прямые части. Часть с финалом и часть непосредственно основная. Начали или задрапевали вот эти вот видимые боковины мы рейчками игровскими, которые сливаются с полом и в принципе дополняют картинку. И спокойно красиво все это смотрится по самой кухне. Фасады. Адресольные, средние, нижние. У нас и пенальная часть это МДФ. Окрас. Полиуретановая эмаль. Плюс маковый лак. Столешница. Акриловый камень. Роджи. Хаймакс. Интегрированная мойка из этого же камня. Обязательно водоотливные бороздочки. Обязательно монтаж под плитку. Чтобы у нас не было никаких посторонних бортиков и лишних элементов. Фурнитуры у нас здесь. Фермакс. Блюм. На каких-то модулях поставили лучше. На каких-то хороший заводской фермакс. Дальше. По ручке, по лицевой фурнитуры. Лицевой фурнитуры здесь у нас нет. Фасады нижние. Открываются с помощью профиля ручки. Л-образной. Белом цвете. Этот ящик открывается тоже с помощью профиля ручки. Но уже S-ки. Верхние модули у нас открываются. Также у нас есть предусмотрена вот такая накладная белая профиля ручка. Для верхних баз. И открытие происходит именно в затыльную сторону фасада. Взялись. Открыли. И толкнули. И закрылись доводчиком. Верхние фасады адресуальные у нас от нажатия открываются. Везде, где возможно было применение доводчиков. Везде все это поставили применимо. По этой части пробежимся. Здесь у нас мощная группа. Поддончик. И подключение. Все. Вода, канализация, газ. Судомоечная машина 45-я. 900-й модуль. 900-я секция с выдвижными ящиками. Верхний ящик. Пандембокс Блюз Антаровский. Для столовых приборов. Нижний уже у нас идет ФерМакс. И нижняя средняя ФерМакс. Нижняя Д-высота. В этой секции мы организовали зону хранения. И также выдвижную вот такую вот бутылочницу. Отделили ее боковинкой, чтобы не переходили ни запахи. И чтобы не смешивались. Здесь у нас тоже зона хранения. Ну и верхняя часть тоже на удобной высоте. Зона хранения организована. Над варочной поверхностью прячется у нас блок с вытяжкой. Закрыли его в свой специальный кожух. Дополнительный шум убираем тем самым. И красиво все это смотрится закончено. Эти кожухи нам служат для того, чтобы мы спрятали воздуховоды. И также здесь разведена электрика слаботочная. Здесь у нас зона хранения. Все фасады на дельферочках. Для того, чтобы они не стукали. И плавно и шумно закрывались. После доводчика у нас в верхней фальшпленке. Видим фрезерованные отверстия. За этими отверстиями прячется воздуховод. Который необходим по нормативам. Так как у нас в помещении есть газоиспользующее оборудование в виде варочной поверхности. Перешли мы сюда. В эту сторону. В этой части у нас вот такой блок с техникой. Холодильник в день настоящий. Над ним объемный вместительный модуль. Здесь мы видим духовой шкаф и СВЧ. Под духовым шкафом у нас есть ящик. Открытие на нажатие. Большой, удобный вместительный СВЧ. Отдельно стоящий. Но чтобы она не одиноко смотрелась. Сделали вот такую вот рамочку. Можно убрать микроволновку. Протереть, не знаю, для чего-то. Использовать то пространство. Над ним есть у нас вот такой модуль вместительный. И в этой части у нас тоже зона хранения. Внизу полочки. Здесь в средней части а-ля буфет. Со стеклянными полками. И с полуматовым стеклом. Вот такая кухня получилась.